Ежегодно выявляется более ста фактов торговли людьми. Пресекается преступная деятельность до пяти организованных групп. Такую печальную статистику привели на брифинге службы центральных коммуникаций. Торговля людьми проявляется в разных формах и совершается с целью сексуальной эксплуатации, принудительного труда, торговли новорожденными с целью усыновления, принуждения к попрошенничеству, а также изъятия органов человека. Нередко преступления носят организованный характер. К примеру, с начала года зарегистрировано 110 преступлений данной категории. Из них 5 за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, 14 за вовлечение в занятия проституцией, в том числе 7 несовершеннолетних, 24 за торговлю людьми, в том числе 16 несовершеннолетними и 67 фактов за сводничество и притоносодержание. Эксперты отмечают, что такие преступления совершаются из-за социально-экономических процессов, прибыльности криминального бизнеса и высокой латентности. Средства воздействия на жертв используются разные – от обмана до насилия. Также манипулируют посредством вероисповедания человека. Практика показывает, что риску подвержены социально уязвимые слои населения. За последние 25 лет Международной организации по миграции глобально оказана помощь 100 тысячам человек по всему миру. В Казахстане с 2004 по 2020 годы из рук торговцев людьми спасли более 2 тысяч граждан. Каждый седьмой пострадавший в Казахстане – это был ребенок. Это были как граждане Казахстана, так и граждане сопредельных стран. Большинство лиц, которые получали помощь в рамках наших программ, являлись гражданами Узбекистана, Кыргызстана, то есть соседних стран с Казахстаном. И в значительной степени также я бы хотела отметить тенденцию по внутренней торговле людьми, когда жертвами торговли людьми становились наши граждане, которых продавали из одного региона Казахстана, вот другое, чаще всего это из небольших городов или сел в более крупные города Казахстана. Пострадавшим от рук торговцев людьми оказывается 8 видов услуг, вне зависимости от наличия фактов возбуждения уголовного дела. Эти нормы распространяются на всех граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства. Их обеспечивают временным жильем, питанием, оказывают правовую и психологическую помощь. С каждым годом меры по противодействию преступлений модернизируются. Проводится работа по изучению международных практик, внедрению новых подходов в уголовном преследовании, а также проводится сотрудничество с гражданским сектором. Наряду с этим ключевым направлением этого года стал специальный законопроект о противодействии торговли людьми, разработанный в рамках поручения главы государства. Отмечу, что ранее многие положения международных конвенций имплементированы в законодательстве, но отдельного закона в стране не было. В ходе обсуждения законопроекта изучены международные конвенции, модельные законы, стран СНГ, ООН, национальный и зарубежный опыт. В ходе обсуждения законопроекта разработка проводилась с участием более 50 экспертов. В настоящее время 128-я статья Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание за торговлю людьми в виде лишения свободы на срок от 4 до 15 лет с конфискацией имущества.